Лига Смеха Лига Смеха Приключения барона Мюнхгаузен 30+, Игарик Бирча Бременские музыканты Пошло-поехало и Оля Полякова Аладдин Лига Смеха Добро пожаловать на игру Лига Смеха Лига Смеха Лига Смеха Лига Наций Лига Смеха Лига Папаранцы Лига Президентов Лига Неколайс Еще есть NBA Лига Симбионов И проигравших Лига для чужие И детцы наши Лига Сатаков Лига, где все танцуют Лига Аперкотов Лига Саталуя А если кто не уехал Это Лига Смеха Лига Смеха Как лекарство для души Лига Смеха Смеха Смех нам продлевает жизнь Лига Смеха Лучшая на свете Лига Смеха Лига Смеха Лига Смеха Добрый вечер. Больше текста нет. Я вас люблю. Да, можем себе позволить начать и так. Больше текста нет. Сегодня у нас нет тренера-джокера, и поэтому сегодня судит великолепная пятерка. Большой палец этой пятерни сегодня отдыхает. Поэтому любите и жалуйте Сергея Анатольевича Ивоха. Далее четыре играющих тандема. 30+, Житомир и Гарик Бирча. Наш формат. Каменец-Пудильский и Юрий Ткач. Пошло-поехало Николаев Тернополь и Оля Полякова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отдыхаем вместе, Хмельницкий и Стас Баклан. Вечер обещает быть жарким. Нас с вами ждет два обязательных конкурса. Это полотно и пародия. Возможно, батл. И, естественно, одна команда в конце игры нас покинет. Но пока всем желаем удачи. Слава Украине! Продолжаем плыть в фарватере общей темы экранизации. И если в первой игре это были фильмы по книгам, то сегодня это мультфильмы по сказкам. И у каждой команды в первом конкурсе, которым неизменно является полотно, будет своя персональная подтема. Первому тандему досталась сказка «Братьев Гримм». Популярный мультфильм по ней из нашего детства. На сегодняшний день имеет два продолжения. Встречаем еще одно. 30+, Гаррик Бирча и бременские музыканты. Внимание на экран. Кажете, тема «Бременские музыканты». Да, я трубодур. А петуха кто играет? 30+, у нас никто не играет петуха. Шутки шутим. А у меня, между прочим, заява. Гражданки Бяки Буки, яка стверджует, что «Повинно вселився с хати». А самое, видеодвойка, чешский сервиз и основное джерело доходов, малий, который сидел на базаре. Короче, все. 7 дней, и хай там с тобой разбираются. 7 дней. У трубадура, свободы не отнять. Карешаааааааааааа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ребенские музыканты. Ребенские музыканты. Алло, Васильевич. Ти знаешь, что ты обезьянник забыл закрыть? От тепер иди их и лови. Привет, ребята. Давай, Вадик, начинай. Что там у тебя? Добрый день. Радим всех видеть. Будем дякувать. Дуже дякуем Житомирскому национальному агроэкологическому университету. Дуже дякуем Любов Цимбалюк. Дуже дякуем за классные костюмы. Инфанта карнавал. Жилянська, 107. Сэнкью, Данке. Мы очень благодарны компании ПБФ Групп. Покажите нам дельянку с удовольствием и мы перевернем «Будювельный бизнес Украины». ПБФ Групп, будювельных компаній много, а мы первые. Дякуем кондитерские фабрики, житомирские ласуши. Правильные ласуши – это житомирские ласуши. И заради них можно целый год ходить и коледовать. Ну, так как-то, да. Ну, и традиционно дякуем житловому комплексу «Кокосавеню» «Місто Южне». Ранее нашему бывшему мы подарили квадратные метры. Жень, пока вам ничего не даруем, нужно посмотреть, что вы, как вы там. Я тоже на вас посмотрю, что вы, как вы, а может там не только я. Кому 30+, поддержите. Погнали. Поехали. Зустречайте справжних бременских музыкантов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашому полотні ми покажемо всі вирізані епізоди з бременських музикантів. Незважаючи на те, що у Трубадура і Принцеси все було нарісоване, у них з'явилась дочка. Отож, Трубадур зустрічає Принцесу в роддомі. Принцеса! 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 Ребята, я тут. Хто? Хлопчик! Мальчик! Дивись, Трубадур, він милий, як кошеня. Ігрівий, як собачка. Ну правда, трошки впертий, як ослік. Що, доігрались? Ну-ка, всі в місті, ну-ка, всі в місті! Ну-ка, всі в місті, ну-хватай! 30 плюс – це коли ти розумієш, чому баті так хочеться в гараж. Трубадур позвонив до кума, щоб скласти дитячу кроватку. Так, 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 так. Аккуратно, акуратно. О, тут давай, оп! Єсь! Ну що, Санічка, поздравляю тебе, синок, в тебе тепер буде віддільна кроватка. Зараз ми з кумом за пів годинки зберемо її. Зай, а давай, може, визвемо мастера. Мастера, що ти починаєш? Я що 300 гривень за кроватку віддавав, щоб 400 гривень мастеру за зборку. Ну, давайте йдіть, не мешайте. Пів години. Снідать будете? Мася, я попросив, пів години роботи. Так, це є снім. Так, якщо... Все. Почкай. Слушай. Ага. Так, слушай, а є с... Подожди. Так, так, все, так, так. Слухай, дивись, а є сі воно? Кум, я тебе прошу, пожалуйста, мені не треба натяпляп на скору руку. Це дитська кроватка. Ну, так, так, так. А ну, давай, зайди з цієї сторони. Ага, давай. А ну, візьми оту. Вон, так? Да, да, да. Ні, 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 далі трохи. Вон, так, так. Давай, на мене в пазли, щоб просто наживим зараз. Просто наживим. Потихеньку не спіши. Давай, 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 давай. Кум, я надіюсь, це спина. Хлопці, обідать будете? Мася, я попросив, півгодини роботи. Так, а ну, дійка, давай, давай, давай. Не хочеться ж і спортити, джеш, понімаєш? А ну, дай глянуйте. Візьми оту перемичку. На себе трохи, да. Чуть-чуть, чуть-чуть, ось так держи. Не буде іграти. Ну, да, можеш. Не то. Саша, Саша, синок, а ну, іди сюди. Саша, а ну, ляжь. Саша, а ну, на бочок. Кум, не ти. Да, да, да. Саша, встань. Це висота. Точно це. Не, Саша, іди гуляй. Кум, а ну, включи світ. Чик. О, 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 дивись, інструкція. Ну, яка інструкція, ну, ми шо, спід інструкцій не можемо кроватку зібрати, чи шо? Ну, да, да, собственно. Дай інструкцію. Ну, не, не, не. Не, ну, так тут отверка треба. О, ну, тут. Хлопці, вечерять будете? Ну, конечно, будемо, Ася. Ми цілий день, скума, в спини не розгинаємо. Ну, шо, завтра? Та, да, завтра на свіжу голову за полчаса зложим, да, і все. Так, давай. 30+. Нашу свадьбу робили батьки. Тому наше свадьбне відео – 8 часов. Трубадур і принцеса, як справжня молодь, хотіли просто розписатися, не робити свадьбу, поїхати, не сподорожувати. Але батьки сказали – ні, треба, як у людей. Так, Оля, давай, ну, помогай мені ставити на стули. Давай, давай, давай. Давай, давай. Боже, ну, шо ти в дів? Ну, у дочки свадьба? Я тебе просила, одягшись нормально. Шо ти, 50 років всі в жёлтій шторі? Лазиш, Коль, ну! А чо ти розкомандовалась? Тебе в мультику вообще не було. Тому що мудра жінчина всігда остається за кадром. А от і наші молоді! Зая, це шо, тільки мені і нада ця фотосесія. Зая, мені ноги натерло. І взагалі, я би щас бокал Півасіка залпом лупанула. Боже, як добре, що ти в мультику не розговарювала. Так, діти, не сваріться. Ми для кого цю свадьбу робимо? Родіттіля, нам ця свадьба взагалі не треба. Ми і так два роки вже як розписані. Ми просто хочемо віддіхати. Ви вже віддіхнули, малій он до третій клас іде. А от і наші гості! Ми к вам приїхали на час! Хорошо, але свадьба на три. Ми к вам приїхали на три! Сідайте. Не можу сидіти у стінки! Ну сідайте вже з краю, тамада, давайте щось бебать. Люди хочуть їсти. Слово надається батькам. Я людина проста, інститутів не кончав. Так, я скажу, все, значить так. Діти, ми з батьком посовєтувались і вирішили. Ми вам даримо ключі від однокімнатної квартири. О, дядь Коль, дякую! Це ж ми будемо жити віддільно! Ні, там ще бабушка з дідушкою живуть. А от наскільки швидко будете жити віддільно, це вже від вас залежить. Тос надається друзям наречених. Я красиво говорити не вмію, тому хай каже кіт. А я взагалі ще не випив, хай осел говорить. Я би передав слово бідуху, але він там щось захворів, якісь з нього проблеми, я не знаю. Так, музикан, давайте музику, бо це ще не цілий час. Все, танці! Я пішов курить. Так, йди сюди, йди сюди. У дитини свадьба. Я згоджу, я не знаю. Я извиняюсь, ви батько? Так. Треба розвитатися, ми кухню закриваємо. Салют, салют, салют! Так голубці ніхто не тронув. Ліжби їсти хватило. Друзі, цього року мультфільму «Бременські музиканти» виповнюється рівно 50 років. На цьому мультфільму виросло дуже багато поколінь. Для нас 30+, це не тільки перший радянський мюзикл, а й перший контактний зоопарк. 30+, дивіться правильні мультики! Це моє місто, я тут є зома. Це ми житомир, це наш житомир. Це не езди, ми статайся в тому, найкраще місто, це зіхомир. Але... Опа-ча! Вон вам і начало! Це максимум сьогодні 4 балла. Молодці! Умнички! Красавчики! Максимум! 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 Продолжим! Дальше у нас сказка арабская из знаменитого собрания «Тысяча и одна ночь», ну а самый известный мультфильм по этой сказке, был создан студией Дисней. І все це в качестве темы полотна досталось одному із самых неожиданних тандемів п'ятого сезона «Пошло-поехало» Оля Полякова і «Аладдин». Смотрим! Що ви так не хочете? Не знаю я, де він. Я його припаркував правильно. Эвакуувати його не могли. Не знаю, може вони с Олькою гуляють десь, ну... Юрчик, ну і кака у нас тема? Аладдин? Ммм... Кого я буду играть? Хочешь обезьянку? Ну как я буду обезьянку играть? Я ж така красивая. Ну а если не накрашенная? Юра! Слушай, Оля, а может ты ковер сыграешь? Почему ковер? Ну я не знаю, может тебя давно не выбивали. Юра! Ну я уже устала гулять. Оля, ну ты как все? В смысле? Ну тоже на тачку повелась. Ой, все! Здрасте, хлопці! Здрасте, Жека! Ну давайте, что там? Значит, такая история. Юра вчера приготовил омлет на некачественной олії, и вот, пожалуйста, посинів. Ну а если б он приготовил на олії лагрима, такого б не произошло. Олія лагрима – це божественна олія, яка може ваше блюдо спасти и сохранить. Также за костюмы мы благодарим «Инфанта Карнавал» на Жилянской, 107. И нашего постоянного партнера Ощадбанк. А, кстати, Жека, ты знаешь, что Бог создал на седьмой день? Звистного Ощад. А знаешь, какое было первое слово у Андрюхи? Звистного Ощад. Еще. Значит, мы предлагаем новый гаджет для боротьбы с коррупцией. Это теплые полы экстерм. Потому что с теплыми полами экстерм фраза «Всем лежать мордой в пол!» приобретает совсем другие краски. Вот так вот, ребята. Пользуйтесь инновациями. Пошло-поехало. Я уже все. Статья 5 Конституции гласит «Власть в Украине принадлежит народу». Тьфу ты! Это ж не та сказка! До того, как на землях Багдада появились нефтяные вышки и американская армия, до того, как половина арабов уехала жить во Францию, в Багдаде жил мелкий воришка Аладдин и его волшебный друг Джин. И полюбил наш герой всем сердцем Жасмин, Каркаде и Принцессу. Но злой волшебник Джафар! Короче, что я вам рассказываю? Смотрите сами. Ну, шо, Джин, як тоби, а? Ну, ты, конечно, сказочный персонаж. Ты реально решил покорить этим сердце Жасмин? Вообще-то, це ты маешь помогти мне покорить сердце Жасмин. Так шо, давай, выполняй мои желания. Братан, ну не торопи. Я 10 тысяч лет в лампе провел. Короче, слушай меня сюда. Если ты не будешь выполнять мои желания, я засуну тебе обратно в лампу. Не нужно в меня никого засовывать. Я вам шо, палатка Черниговского? Почему из меня вылазят какие-то синие люди? И почему я лампа? Почему вы вечно даете мне какие-то идиотские роли? Я актриса, я хочу играть, а вы меня вечно унижаете. Алло, алло. Оля, ты че кипятишься, а? Ну, в самом деле, Олечка, ты лампа. Потому что ты же такая же красивая, такая же волшебная. Цей носик такой в тебе классный. В ушко, понимаешь? Поэтому ты, Олечка, и лампа. Что ты делаешь? Я Аладдин. Я тру лампу, Оля. Молодые люди, когда все желания загадаете, лампу не выбрасывайте. О, господи. Мадмузель, пойдемте лампу покажу. Так, короче, Алик, давай свои два желания, и я свободен. В смысле два, а было штре. А полапать Полякову разве не было твоим желанием? Ага, хорош. Короче, быстрей к Жасмит. И пошли они по пустыне через зыбучие пески до сильные витра. Ну, ты, конечно, джин бракованный. Ты понимаешь, что из-за твоей неподъемной телеги мы маем теперь не лететь на ковре, а таскаться с ним. Братан, я уже тебе объяснял. Десять тысяч лет просидел в лампе. У меня ноги так затекли. Ай, короче, все, привал. Андрей, это что за ковер? Я кейбу в дом, а так и взял. Мамка сказала ничего не снимать, слышишь? Аладдин, отдай мне лампу. Ты кто такой вообще? Я великий, могущественный волшебник Джафар. Ха, докажи. Еще мне одна магия. Нажимать ногой на педальку любый дурак сможет, да, джин? Короче, все. Что мы с ним церемонимся? Давай его, значит, превратим в человека, который постоянно возмущается и портит наши выступления. Да вы что, офигели совсем? Получилось! Получилось! Так, Алекс, с твоей же СМИ над ней проблемы, а? Может, мы тебе найдем другую принцессу? Кого, например? Рапунцель. Не, не в моем вкусе. Хорошо. Русалочка. Цебище твоя тема. Андрюха. Хорошо. Фиону. Хотя не, у нее там Шрек. Не, 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 не. Нам сейчас проблемы с зеленым ни к чему, понимаешь? Согласен. О, идея. Смотри, регистрируем тебя в Инстаграме, у тебя от баба отбоя не будет, отвечаю. В чем регистрируем? Ну, Инстаграме. Сейчас там все мультяшные герои сидят. И добрались. О, заначка. И добрались, наконец, наши герои к замку, где грустила юная принцесса Жасмин. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Жасмин! Жасмин, ты шо пьешь рево? Ну, ты ж принцесса. Прежде всего, я малолетка. Ага. Любима, че ты плачешь? Я пришел за тобой. А это кто? Я волшебник Джин. Да? Я его господин, он исполняет все мои желания. А я тогда тебе зачем? Не, ну не все, конечно, но че так сразу? Не так, что прям все. Короче, Жасмин, я тебя люблю. Мы должны быть вместе всегда. Мы не можем быть вместе. Але чего? Ну, потому что ты бедный. Живешь в трущобах, одеваешься плохо. Плюс ты страшный волос, у тебя жирные глазки маленькие, зубы кривые. Странный друг у тебя, че он сидит, не ходит? Ручками машет, что ты там разговариваешь? Оля, Оля, что ты несешь? Алло. Ребята, я просто текст забыла, говорю, что вижу. Короче, Оль, там дальше, значит, ты каешь, что ты меня любишь. Мы целуемся, Джин свободен. Потом мы едем до тебя в замок, там пять часов занимаемся любовью. Потом я иду в Тернополь, веду свадьбу. Андрюха, ты что, тоже слова забыл? Нет, это мое желание. О, я вспомнила, Аладдин. Я люблю тебя. Ну вот сейчас поцелуй. Ага, сейчас. Тут по сценарию точно. Был стоп-кадр. В общем, эта история закончилась хорошо. Жасмин полюбила Аладдина, Джин выполнил все, что загадал Аладдин, и он стал первым человеком, у которого исполнились все желания. Кашевой. Вот человек, у которого исполнились все его желания. Для вас выступал и пошло. Поехало. Пошлепало. Спасибо. Щедрость – это признак сегодняшней игры. Олечка. Забирай ее. Забирай. Пойдемте. Подожди. Все, извиняю. Старшим надо уступать, Андрей. Принято. Может, у него это в последний раз? Ребята, первый раз выступал на сцене Синин. Что, ребята, вот прямо старт как старт, да? Отлично. Вот настроение даже такое хорошее. Правильно? Я так думаю, что у всех... Мне кажется, что надо позвать гримера, потому что у Юры губная помада справа, а тут я как бы, понимаете? То у меня слыня течет. У меня всегда слыня течет, когда Полякова выступает. А Стасик сейчас взял, развернул ее женщину и забрал. Великолепная команда, которая растет от игры к игре, которая соблюдает все правила нашей лиги смеха, и даже тренер ей никак не может помешать. Браво! Продолжим. Главный герой следующего полотна существовал в реальной жизни. От его имени Рудольф Эрих Распе написал цикл рассказов, по которым сняты и фильмы, и мультфильмы. Думаю, этот персонаж близок по духу следующему тандему. Отдыхаем вместе. Стас Баклан. Смотрим. Приключения барона Мюнхгаузена. Герквик. Барон Фонзил. Яка тема сегодняшней игры? Хезе. О, тогда номер в тему. Батько с сином збирают грибы в лесе. О, оцей гриб. Гриб цей называется опенюк. А оцей гриб. Это лисичка. Лисичка. И за счетом можно ести сырою, потому что обовязково треба подсмажить с цебуркой. А это, о, у вас же почастило. Это белый гриб. Бать. Это гриб цар. Бать, ты чувствуешь цей взгляд? За нами реально ктось наблюдает, бать. Господи. Барон Мунхаузен, ты это что тут делаешь? Господи, иди домой. Уроки делать, а то батя буду ругаться. О, дети пошли. В Украине. Дякуемо вам. Ну и, конечно, мы хотели поддякувать киевскую бюджету, которая сейчас очень красиво похлопает. А мы скажем спасибо. Попрошайка. Давайте уже. Встречайте суд над бароном фон Мюнхаузеном. Суд идет. Кто не встанет, тот лох. Простите, простите. Я опоздал. Просто тяжело не опаздывать, как это ленивый и пунктуальный дятел. Так, давайте быстрее. Мне еще много куда надо успеть опоздать. Так. Где подсудимый? Кто у нас следующий? Барон Мюнхаузен. Сейчас должен быть уже. Должен быть. Здорово, бандиты. Откуда он знает? Я не знаю. Так, подсудимый, вы что, прилетели в суд на ядре? У вас такая маленькая пушка? Нет, это у меня такая большая коза. Фу! Наталья Петровна, уберите! Да, да. Ой! Все, ближе к делу. Подсудимый. Да. Вы обвиняетесь в растрате государственных денег, которые вам выделили на благоустройство Луны. Да? И где? Где все то, что вы обещали? Давайте посмотрим, а? Где? Школы? Где? Больницы? А? Ну, вон, АТБ вижу. Но оно еще и до вас было. Так что... Все, виновен! 47 секунд. Рекорд. Поздравляю. Уведите его. О, господи, судья. У меня есть оправдание. Господи, умеет все испортить. Ну, давай. А дело в том, что все сделано, все построено только на обратной стороне Луны. Да какой обратной стороне? Господи, да вы даже на той Луне не были никогда. А разве человек, который не был на Луне, может сделать вот так вот? Ладно, но мы все равно отправим кого-то для инвентаризации. Кого? Да, кого. Ну, хотя бы вон нашу уборщицу, Наталью Петровну, пожалуйста. Наталья Петровна, вы готовы? Всегда готова. А вот так вот? Ой! О! Как себя чувствуете? Ой, не переживайте, пуля попала в флягу. Пуля? Какая пуля? Никто не стрелял. Я стрелял. А почему фляга пустая? Я без понятия. О, хочешь носом засос поставлю? Так она же пьяная. Наталья Петровна, что вы себе позволяете? Все, пьяная, летать нельзя. Да что, мы же в том году летали. Да помолчи, пожалуйста. А вот видите, умное лицо. Это ведь не признак ума. Все глупости на земле делались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Какой улыбайтесь? Что ты машешь ему? Снимите его с этой лестницы. Господи. Что это за лестница вообще? Она со мной. Да. Так, на одних взятках не протянешь. Поэтому суд перерывается на рекламу. Правильно. Любишь остренькое и шутки? Специально для тебя имбирча. Имбирча. Чай, суши, 30+. При покупке имбирчи, получив подарок, ткачан капусты. Суд продолжается. Сидите, сидите. Я все понял. Так вот, господин судья. Дело в том, что я уговорил своего деда не рожать моих родителей. Да? Да. И вообще я из Чернигово. До свидания. До свидания. Какое до свидания? Что ты его слушаешь? Да, зачем вы мне это рассказали? Следующее дело. Жестокое обращение с животными. Вести потерпевших. Давайте. А? Давайте. Объясняйте. Ну, первое это я знаю. Это вы, значит, бросили косточкой в оленя и выросло дерево, да? Нет, не так было дело. Дело в том, что я олененка бросил в дерево. Он пророс. Господи, хорошо, а вот это? Вот это я бросал курить. А вот это? А вот это я бросался карликами. Это ж... Я просто обезумел от этого финала Игры Престолов. Это ж надо, чтобы какой-то там Старк... ...занял железный трон. А вот этот вот, был его десница. Я бросался карликами. Карлика. А! Ты чё творишь вообще, а? Ты так, Секоман, ты чё делаешь? Я ещё не смотрел. Зачем спойлерить, блин, а? Ты нормальный, а? Бардак. При Зеленском такого не было. О, здорово. Короче, вы бы ещё всем рассказали, что в конце «Мстителей» железный человек умер. Обалдеть, сходи в на Лигу Смеха, а? Сразу два спойлера. Вы фрикадельки, вы соеви. А знаете что, я вам сейчас отомщу. Я отомщу. В киндзи сериала «Школа» все выпустят тебя. Да шевелкайте, шевелкайте. Ты, Тевкель, это год назад было. Вон, у меня же даже татуировка есть по этому случаю. Школа, универ, тюрьма. Порядок у каждого разный, конечно, ну. А я вам сейчас тоже всё испорчу. Короче, в конце этого выступления Мюнхгаузен отпустят. Улыбайтесь, господа. А вот и фиг тебе, понял, мужик? За спойлер, вы, барон Мюнхгаузен, приговаривайтесь к смертной казни. Господин Шадья, у меня есть последнее желание. О, Господи, опять. Ладно, давай, какое? Я хочу, чтобы мне отрубили голову. Блин, спасибо. Супер! Первый раз такое, честное слово. Именем любимое моё... Это я так в короке начинаю. Именем любимого суда виновен казнить. Лава! Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Казните, казните, давайте. Казните его, давай. А как он? Давайте казните, давайте, давай, не жалко. Как вы это сделали? Дамы и господа, невозможно, ведь невозможно убить фантазию, потому что человек, живущий фантазией, проживает тысячу жизней. Неужели вы можете за один раз найти тысячу гильотин, и пока ядра летят на луну, пока лестницы уходят в небо, и пока сбывается то, что не должно было сбыться? Мы будем веселиться, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, улыбайтесь. Подождите, подождите, Мюнхгаузен, ну, а кто все-таки в мешке? Мамка твоя. С вами был я Стас Баклан, отдыхаем вместе. И мамка моя. Давай. Че сидим, давайте оцениваем. Так. Вот так вот. Вот вам и поворот. Четыре, поздравляю, Станин Слава Владимирович, молодцы. Что там, что там, что там, что там, все отлично, у нас максимум четыре, максимум четыре. Секрет фокуса вы никогда не узнаете. Ну что, как вам театральная постановка, Гарик? Я, многие знают, ну, не совсем всегда понимаю юмор этой команды, но тем не менее, хочу сказать, да, что Стас обладает каким-то невероятным вот этим вот магическим действием вообще на всех, наверное. Да, и званием, да, в том числе. Ну, он хорош. И последний мультфильм на сегодня, который популярен не менее, чем его первоисточник. Сказка британца Льюиса Кэрролла, наш формат, Юрий Ткач и Алиса в стране чудес. Смотрим. Э, ооо, что происходит, что вы делаете? Сбираем Алису в страны чудес. А что ты чудо взял, что ты Алиса? А при чем тут я? Вот Алиса, Алиса, да, милофон у меня. Слышишь, ты лисый? А ничего, что на тебя ждет главный лисый. Надо? Да. Давай, давай, шуруй. Мне надо готовиться. Стой! Аккуратно! Аккуратно! Давай! Шановный главный командующий Лиги Смеху, дозвольте представить наших партнеров, Житловий комплекс Ливенпард Новобудова-2 Место, где хочется жить и отдыхать Аграрная компания Грейс Агро На чоли с Дмитром Оцабриком Работа в Европе Виза, Ворк, Незав, ЗНО Тоби до нас Маленькая булочка От компании Украинский Кристал И хотим еще поддякувать Володимиру Мелеченку и меру Михаилу Семашкевичу, хорошим людям Ирине и Сергею Борзове И Инфанта Карнавал на Жилянске-107 Можно выступать? Давай Привет, guys Это история про то, как обычная девочка В юном веке Багато пережила Это не сюжет, вагітна у 16 Это Алиса в Краині Чудес Дело было вчера днем Вона бігла за кролем Він казав туди-сюди И добігли до нори Кролик тем бігом туди А вона бігав за ним Хоч з'являвся в неї під Не проліз в нору живіт Пролезла Алиса, Алиса, Алиса Юлий Каш Десять нет, может два Семьдесят кілограмм ввожу я без ноги Живота и руки Всем привет, Алиса! Всем привет! Привет, кийца! Привет, Алиса! Державна міграційна служба України, вы кто? Здравствуйте! Я Алиса из Казки Серьезно? А я что знаю, что в касте вокалистка Это такая крепкая женщина Алиса звати? Дуже приятно Я так понимаю, весь шоу-бизнес Старобарова Браты Борисенки Нет, это Казковые герои Это Капелюшник Крутый верт А это кто? Это Чеширский кит Он то появляется, то пропадает Так, Чеширский кит Перестань об меня тертися Бо я возьму Чеширское ведро Мы пойдем на Чеширский Дніпро И ты пропадаешь и не появишься Как попали в Украину? Ну, я Алиса, значит Доганяла кролика Алиса доганяла кролика Звучит так, ніби Яценюк Не розрахувався за эскорт Цель прибуття в Украину Я хочу зловити злу королеву Чому вона зла? Тому що вона написала сценарий До останньої серии Игр Престолев Це великий злочин проти людства Я вітаю вас Спасибо Аліса вирішила попити чайку З серйозними людьми Чи вернуть по ништя Так а я Здрасте дяденька, я Алиса Я хочу зловити злу королеву А я тебе помню Звідки? По малолетки читал А вас як звуть? Я Витя Подбородок А че Подбородок? Не знаю Ты угощайся, угощайся, Алис Дякую О, то ти баба? Тебе виднеє Мадам Звідки 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 Злая королева пошла по безпределу Капітошку на мокруху підставила Курочку рябу на яйця кинула Надо її прижучить Запоминай Направо підеш Королеву знайдеш Наліво підеш Королеву знайдеш А че так? Там одна дорога по центру Ну все Я тоді Пішла Ну Може Поцьомаю Я тобі коли ще допоможу Ну от коли ще раз допоможеш Тоді і поцьомаю О, мадам Асісуар А? Ух ты, ёлки-палки Там шо, постоянно відкріто було? Здай корупціонера Отримай 10% В пункті прийому корупціонерів Добрий день Добрий день Взятка 20 тисяч Ваших 2 тисячі гривень Дякую Доброго дня Взятка 250 тисяч Ваших 25 тисяч Наклейки збираєте? А шо вони дають? Вони дають знижку на набір прослуховування, відеоспостереження, жучки, книжку від ектора Хіменеса Браво Ні, дякую Дякую вам Ректор університету Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Взятка, 5000 долларов! Ваших 500 долларов! Дякую. А что? Что-то так не весело. Меной сын не поступил. Ну, следующий рик поступит. Вже не поступит, не может дороже. Кум, извини, у меня кредит просто! Доброеое. Взятка, шоколадка, ваш квадратик. и я вас прошу перестаньте вводить в актерш не занимаем все так сьогодні по зборах мы обогнали местників и аватара никогда не думал что это скажу дай боже здоровья нашим украинским корупционером я зловила я зловила злу королеву вона роздавала российские паспорты по спрашиваю на системе це як як флайра докази є да полні урны вы нічого не докажете поміг поміг цілуй но я не можу при всех а рейтингові ще за фінал ліги чемпіонів є лише фінал шоу проекту холостяк до зали запрошується холостяк дівчата сьогодні фінал альона ти знаєш коли ми з тобою коли ми з тобою марин ти особлива ти надзвичайно сильна але в тебе є один мінус який два мінуса голос і борода сьогодні не твій вечер вибачу катя нікита давай поговорим давай ми не можем бути разом з тобою по одній простій причині чему нікита ти моя сестра ми тобі підписчиків накрутили все давай пока до може може це регіра лет катя сестричка вернись Давай, скажи. Скажи, давай. Что сказать? Ну, дякуй нам. А за что? После того, как ты попал в нашу команду, тебя пригласили в розмеши комика діти. Ты засвитився в квартале. Ты попробовал ананас. И что, за это я должен дякувать вам? Ну, как минимум за ананас. З вами был Юрий Ткач. И наш хорват. Деньги, деньги. Красавчик. Да, это, конечно, круто. Давайте. 30 секунд. Ты перегорела, Олечка. Да? Смотри, судя по тому, как аплодировали, они тебя потом съедят, если ты не встанешь. Вот. Четыре балла. Это максимум сегодня за болотном. Молодцы. Юрчик. Красавчик. Мы любим всех и любим все. Любовь самая. Держи, держи. Пид выступает, пид еда холодный. Мы в шоке. В принципе, после первого конкурса итог всем понятен. У каждой команды по 4 балла. Как показала первая 1-8 финала, второй конкурс может в корне изменить картину игры. Посмотрим, как сложится на этот раз. Играем конкурс пародии. Я напомню, что у команды нет никаких ограничений. Главное, чтобы был понятен объект пародии зрителям. Тренеры не участвуют в конкурсе. Тренеры объявляют. Гарик Берча, прошу. Наступного року легендарному коллективу Бітлз виповняется 60 роков. А это, как мы знаем, 2 рази по 30+. Мы сделали пародию и решили пофантазировать, что было бы, как бы Бітлз народился не в Ливерпуле, а в Житомире. Увага на сцену! Живый звук! Зустречайте на сцене Зекрущи! Привет всем, кто записывал музыку с кассеты на кассету! Наша первая песня присвящается всем, кто учил английский по скайпу. Погнали! Люди вси, и доросли, навіть и малі, Молоду и наземну учать усі, Это допоможет мне и тебе. И не треба носить словники. Вивчив фразу одну на всі віки. Yes, of course. Когда к тебе подходят и спрашивают, Hello, what is your name? Что ты скажешь? Yes, of course. Когда к тебе говорят, where are you from? Что ты скажешь? Yes, of course. Когда ты мэр Киева, тебе нужно сказать, Digitalization. Что лучше сказать? Yes, of course. Будапешт? The capital of Great Britain? Yes, of course. Ну и нарешті, коли до тебе подходить полісмен за кордоном каже, Стоять, с тебе штраф. Что лучше сказать? I don't understand. Это, получается, надо знать дві фрази. Yes, of course. Зустрічайте на сцене, закручуй. Наступная песня присвячується людям, які дуже люблять говорити під руку. Хочу паркан починить, Куча людей пришло вчить, Тут треба інший підхід. На вухо шепче сусід. Дерев'яний буде гнить. Встав металлопрофіль, Будет довго служить. Да, пошли ви Усі Советчики. Добрий день. А можете медичний рецепт підписати? А, ви не Уляна Супрун? Вибачте, вибачте. Наш гурт був створений в 1964 році. Да, ну і комарів сяпні, конечно. Ну що поробиш, Полісся? А зараз наша улюблена пісня Єло все в морі. Але ми завжди забуваємо її слова. Але що роблять за хруші, Коли забувають слова? Вони не паряться, Просто співають. На-на-на, на-на-на-на, на-на-на, прощай. Саме завдяки бітлам мне появилась моя первая гитара. Саме завдяки бітлам я побачив своего батька Патлатин. Да что там сказать, если бы не есть сегодня, может быть, певзала никогда бы на свете не появился. Ну что, друзья, давайте, здесь на фонарике, все разом спеваем, вы знаете слова. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Украинский thank you very much! 30+. Ценуйте настоящую музыку! Живье это всегда круто! И вот оценки для этого Живья. Поздравляю! Максимум 4 балла. Даже Гарик не удержался. Спасибо, ребята. Мы вам перезвоним. Да. В следующем году вы поедете на Евровидение. Ну, может быть. Ну, если не откажетесь. Аплодисменты. Поехали дальше. Вторую пародию готова продемонстрировать. Команда пошло-поехало. Оля, объявляй. Поехали. Ну, ни для кого не секрет, что все команды перед тем, как выйти на сцену, советуются со мной. Вот и эти подошли и спрашивают, на кого же нам делать пародию. Варианты были такие. Юлия Тимошенко, Стивен Хокинг и профессор Ксавьер из Людей Икс. На что я им ответила. Ребята, не парьтесь. Показывайте любую бурду. Ну, шо ж, бурду, так бурду. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ На часах 9 утра и вы включили самый продвинутый телеканал Украины. Телеканал Интер. АПЛОДИСМЕНТЫ И это передача «Вкусно» с Борисом Бурдой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня 30 мая, ровно 670 лет назад, известная военачальница француженка Жанна Дарк попала в плен к бургонцам, была осуждена как юридичка и сожжена на костре. Поэтому сегодня мы приготовим жареную курочку по-французски. АПЛОДИСМЕНТЫ Для начала мы возьмем молоденькую, горяченькую, пышную горничную, смотреть видео до конца. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, вы снова брали мой компьютер? Борис Оскарович, я извиняюсь, там поставщик не приехал, продуктив нема. Ну потяните какое-то время, я что-то придумаю. Что? Значит потянуть время? Вот у вас получится, сто процентов, я в магазин. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы благодарим бесшумные микроволновые печи женщина. Бесшумные микроволновые печи женщина. Попробуй мне только пикнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис Оскарович, короче, в магазине переучет, продуктив нема. Выкручивайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, на прошлой передаче мы готовили гуляш по-украински. Сегодня мы будем его разогревать. Борис Оскарович, я извиняюсь, я доим гуляш, простите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, сегодня мы будем мыть посуду. АПЛОДИСМЕНТЫ Для начала возьмем кастрюлю с плиты, кстати, с кухонной. А мы, в свою очередь, благодарим Житомирский завод гранитных плит. Ты всю жизнь стояла над плитой, теперь пусть плита стоит над тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам звоночек в студию, да-да, мы слушаем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис, здравствуйте. Я недавно приготовил по вашему рецепту рыбу-фугу и угостил ею тещу. Внимание, вопрос. Кто в черном ящике? АПЛОДИСМЕНТЫ Смешно, смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимательный зритель заметил, что это был Александр Друз. АПЛОДИСМЕНТЫ И это он еще не пил. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, шкурочки нету, я вижу, наша передача зашла в тупик. АПЛОДИСМЕНТЫ Давячи двадцать третий раз перечитывал Шерлока Холмса, который в схватке с профессором Мариарти упал с Рейхенбахского водопада и разбился. Поэтому в следующей передаче мы приготовим лепешку по-английски. АПЛОДИСМЕНТЫ Нашел! Нашел курочку! Вот курочка, надо этики трошки подождать, Борис Оскар. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, Андрей, если бы я не был членом элитарного клуба «Что, где, когда», я бы вам сказал, «Слышишь, ты, чмошник, ты мне, гнида, всю передачу испортил». А так я скажу просто, Андрей, вы уволены. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо! Все, закончили, ребята! Спасибо большое! Ну давайте... Не, Поляков, это понятно! Это естественно! Вот так! Еееее! Спасибо! Спасибо! Спасибо большое. До свидания. До свидания, Юра, до свидания. А вы, конечно, да, рассчитывались прям, да? Прям такое настроение дали команды вам, а? Как воно гениально, то воно ж гениально. Да, Оля, ну ты при чём? Продолжим. Пародия номер три от команды «Отдыхаем вместе», а её объявление от народного артиста. Смотрим. Дамы и господа, не знаю, как вы, а я это смотреть не буду. Экстренные новости. Корабль с юмористической передачей «Аншлаг» терпит крушение в водах реки Псёл. Актёры отказываются от спасателей, так как уверены, что не тонут. Внимание, прямой эфир. Добрый вечер, дорогие мои. Наш корабль тонет, однако нас-то не волнует, потому что тонет он, а мы — нет. Наш концерт продолжается. Сегодня моему столу исполняется 30 лет. Помнится, как мы забирали его из роддома. Детишки, конечно, плакали, но нам-то он нужнее, а детишек можно пеленать на табуретке. Сейчас встречайте. Первые артисты нашего концерта, мастера юмора и песен Вашуков и Бантурин. Браво! Я поджёг петарды пьяный и зажал их в кулаке. Разлетелись пальцы быстро и застряли в потолке. Сняли с друга мы путан, выпили по кружке. Заплатили им за ночь, пели им частушки. Виста висту тото фраймер фрау мин а мин клейне. Не Рамштайн это тексты, мы вас просто прокляли. Браво, друзья! Любимцы публики Вашуков и Бантурин! Как-то мы ребятам поменяли инструменты местами. И что вы думаете? Один раз царапал баян, а второй раз тянул гитару. Не секрет, что если с имени следующего артиста убрать все гласные, то получится Р-Глцевы. Что? Правильно! Юрий Кальцев! Ой, ты лига смеха! Ой, ты лига наций! Ой, ты лига президентов! Это да, ребята, это да. Так что? Так, что у нас есть, ребята? Животные лиги смеха! Автор Барулькин. Так, посмотрим, что тут у нас здесь. Так, так, что у нас есть такой.. Ой, ребята, ты посмотри! Такой личико, такая ушка, носик такой, такой и раньше.. А потом.. А потом... Так, что у нас есть, ребята? Сивоха. Ты посмотри, Барулькин. Правильно подметил. Давай давай... Давайте, ребята, начнем дальше. Ой, ребята jó Так, где у нас тут бакуан! Чё ты конечно напутал, чё ты конечно напутал тут. Это кто у нас такой? Бирча, обалдеть, ты посмотри Бирчи, обалдеть! Премьерминистр спецн obrig Юрий Гальцев! Как говорится, как говорится в старой поговорке, как корабль назовешь, так он и поплывет. Мы свой назвали «Тонет на реке Псел». Угадали! А следующие артисты настолько боятся темноты, что бьют ее ночью ножом. Но не пугайтесь, сейчас светло, и встречайте дуэт «Кролики» с наконец-то новым номером «Щуба». Дорогой, а почему ты купил мне щубу из мяса? Потому что «Кролики» — это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма. Браво, браво, ребята, спасибо! Пишите новое! У вас это хорошо получается! Увидимся через 30 лет! Мои пятки уже потихонечку обсасывает стая карасиков, но не пугайтесь. У нас на этот случай есть спасательная шлюпка на шестерых человек. Подождите, как это на шестерых? А как же я? А-а-а! На вас, Елена, мы не рассчитывали! Вы же воробеи сами улетите! Ну, возьмите меня! Нет! Ну, пожалуйста, ну возьмите меня! Я хочу жить! Ну, разве что... Ну, возьмите меня, ну, пожалуйста! Ну, разве что кому-то на коленке, и все! На коленке я не могу! Почему? Я стесняюсь! Да ладно! Ну, возьмите меня, ну, пожалуйста! Конечно же возьмем! Мы вас всех обманули! Это король пародии Владимир Винокур! Спасибо! Меня рассекретили! Поэтому пойду я в пив... В пив... В пивнуху! Отмечу, что я талантливый! Достаточно скуки! Достаточно скуки! Плох тот концерт без хорошей песни в конце! Встречайте, встречайте! На сцене, на сцене певица-певица Алена! Алена! Я бачу ваших голови, голови, голови! А вас я бачила голими, голими, голими! Я танцювала, топнула ліжкою, я ж просто пышка, пушка, пышка, корабль потоне, по воді підем пішки. Ми боги гумору, це наша пішка! Давайте закінчивать, бо в мене задишка! А задишка, потому что мы вас всех обманули! Это король пародии Владимир Винокур! Потому что талантливый! Достаточно талантливый, как и все артисты нашего концерта! Ну вот, дорогие мои, мы и утонули! Не расстраивайтесь, мы отправляемся в свою страну, Аншлактиду, и приглашаем всех вас! До встречи на дне! На дне рождения моего стола! Спасибо! Очередная театральная постановка «Отдыхаем вместе» и оценки жюри! Пожалуйста! Неплохо! Молодцы парни! Интересно, что же будет дальше? И завершает конкурс пародий команда «Наш формат»! Юрчик, тебе слово! Спасибо! Есть такой известный украинский гурт «Мазги» и в этом году им выполняется 5 лет! Все видели их выступы, но никто не видел их репетиции! Давай, распелочка! ПТПА, ПЗТА, с нами! А я Бога, я больше не буду с тобой! А я Бога, я Бога, а я больше не буду с тобой! Позитив! Ты что, заспевал строчку Потапа? Не скажи ему, я не хотел. Та ты знаешь, что он с тобой сделает? Не скажи ему, у меня семья. Какая семья? Дантеса, Дорофеева. Останутся без кормильца. Да-да, конечно, приедем! Бизнес-класс на летаге 4 плацкарта. Я тебе все объяснил, снил, снил. Привет, родной! Привет! 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 Пришел вот так! Так, сегодня репетицию долго не затягиваем. Мне еще Андрада школы забирать. А я Бог! Хей! А я Бог! А, дякую, что нагадал. Эд, иди сюда. Не-не, не ты, Эд. Ты, да-да-да. Эд, я знаю, что в тебе вчера беда сталася. Возьми 50 гривен. А что осталось? Та ехал в метро, уроди, 50 гривен витянули. Прикинь. Поехали далее. Эй! Эй! Ай-я-бай! Ты хочешь, да? Ты готовый? Давай. Ты понравился? Это тебе на день рождения. Давай, поехали. Эй! Оу! Чуешь, Потап? Я в эту песню три новых слова придумал. Йе! 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 Яке лучше? Давай друге попробуем. Мудро, мудро, мудро. А я бо, а я больше не буду. Алло. Алло. Что, снова сваритеся? Опять и за денег? Кто первый начал? Выдал 50 гривен? Гроши выдал! Выдал гроши! Гроши псуют людей, а вы у меня такие не зипсованы. Взагалі будете сваритись какогось одного вижену. И у нас будет квартет, а не пинкет. Поехали! Эй! А выгоняй меня! Ничего себе! Заряд бодрості. Когда ты в тебе появился? После того, как последний раз на опен-эйрі блискавку и ударило. А что, я сделаю свой дуэт? Вот ты с Каменских, ты с Додо, а я с Ніною Матвієнко. Я уже це бачу. Дядя Вадя и баба Ніна. В зеркалах сині вогні мерцають. За нами Йдуть поліцай. Да, это стопроцентное дно. Я это спродюсирую. Настенька, что такое? Леша, тебе долго ждать? Настя, люди долго ждали. И ты ждешь. Да. Ну, свадьба же пришла, а что она в платье? Та ей так понравилось, что она так по хаті ходит. Хлопцы, давно этого не говорили. Пора заканчувати, потому что жінка щимить. Хей! Киев! Писай с мамой! Кому! Писай с мамой! И не дарем, но этот сюжет мы показали саме на этой сцене, потому что Лига смеха с мозгами. Пародия! Да, это была пародия, сдается мне, джентльмены. Оля Балякова, Стас Баклан, Гарик Бирча. Кач смотрит. Ну, естественно. Вот вам и интрига, дамы и господа. Я вас поздравляю, ребята. Я думаю, что пора всем командам появиться на сцене, потому что у нас беспрецедентная ситуация у всех команд по 4 балла. Будет батл! Этот батл мы играли один раз в самом первом сезоне. Еще пару раз мы его готовили, но тогда до батла не дошло. Итак, играем подвесной батл. Значит, от каждой команды для ее освоения потребуется один игрок для этой конструкции, который не боится высоты и способен ориентироваться в пространстве, в экстремальной ситуации. Кроме этого понадобится вся команда. Кто начнет, скажите, ребят? Давай мы разогрите горяченько. А, вы разогрите. Да, давайте. Но тогда я думаю, что остальным нужно куда-то отойти в сторону, пока будут вешать парня, вернее, подвешивать парня. Команда смотрит в зал. На экране появляется название мультфильма, игрок его запоминает, название исчезает с экрана, я даю знак, команда поворачивается к игроку, игрок жестами показывает название, команда угадывает. Самое главное, не просто показать и угадать, а смешно показать и смешно угадать. Готовы? Нет. Это понятно. Ну давайте поаплодируем первым команда «Наш формат». Готовы. Команда смотрит в зал, игрок должен повернуться к экрану. Чувствую себя державником, на одном месте рухаюсь. Подожди, оп. А, вот для чего этот человек, понял. Готовы? Команда, повертайтесь, давайте. Ух, хорош. Здоров. Здоров. Три слова. Первое. Кто с кому здесь меняет? Нет. Раз, выдерну волосок, эпиляция. Нет. Братан, эта прическа делает с тобой зло, я тебе говорю. Мы... А, мы дебили, да? Хорошо. Поехали. Так. Все, все, все. Настроились, расстроились. Я нас завел. Хорошо. Все, два, два. Да, да. Оп. А-а-а! Молодец. А-а-а! Заклядание! Бабушка Яга. А ты биатлонист. Ты в биатлон так играешь. Ладно. Гарри Поттер. А! Нет? Гарри. Гарри. Гарри и философский камень? Это... Ну, просто вы так далеко будете. Гарри – слуга народа. А ты помнишь название? Только честно. Нет, не важно название. Это Лига смеха. Да, ты меня перезвонишь. Да, алло. Да. Черевник с Марагдовым местом. Не, отгадывали вы смешно. И показывал он смешно. Ну, просто, если бы хотя бы одно попадание было. Что? Больно. Напустите его. Нет, я готовый. Готовый? Да, у меня телефон. Выбивайте. Женя, в каменце просто все важче жити. Тут нормально. Следующими будет команда «Пошло-поехало». Висит Андрей, отгадывает Юрий. Вообще, я рассчитывал на наклонную комнату, ну ладно. Ну, шо там? Поднимай мне. Поднимай. О-о-о-о. О-о-о. Извиняюсь. Интересно, Андрей, а ты сможешь сам повернуть? О-о-о-о. Да, давайте название. А я не знаю такой мультик, ребят. Ты знаешь этот мультик? А-а-а-а. Ощущение, конечно. Я думаю, что он человек... Я уже представляю заголовок «Лиги смеха» выпуска. Сокомандник Юры повесился на «Лиге смеха». Не играйся в Киселева. Так, короче. Шо мы... Это сильно. Хорош. Окей, Юрчик, поворачивайся. Поворачивайся, братан. Значит... Два человека. Пошло-поехало. Давай, дай. Два. По 50. А, два слова. Супер, поехали. Два слова. Два. Это Зеленский так показывает. Что ты копируешь? Оля, нужна твоя помощь. Братан, я заморился. Давай, бегом сюда, сюда, сюда. Да быстренько, порвезер напополам. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, спасибо. Ой, какой кошмар. Два слова, два слова. Сказка из двух... Это сказка. Два плюс один. Два. Ты. Второй. Не шевелится. Не, все-таки. Решетка. Янукович, не... Скажу второе слово. Второе слово объясняю. А, давай. Второе слово. Секс. Роспуск Верховной Рады. Что? Короче. Андреша. Мне кажется, если я буду тянуть, ты потянешь потом с детьми. Я... Да. В общем, второе слово ты понял. Да. Секс. Братан, золотая антилопа. Ты знал такой мультик? Конечно же знал. А чё я не знал? Я ж тебе сказала. Я. Правильно. Ты золотая антилопа? А что не видно? Оплески, шампани, тапану. Опускайте его. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. А чё не? Обидно. На арене. Команда, отдыхаем вместе. Вась, ты готов? Готов. Красавчик. Ты избранный. Да. Нео. Всё, команда не смотрит. Пожалуйста, давайте нам название мультика. Лига смеху. О, боже мой. Очень просто, Вась. Ну, ты один. Одно слово. Ты один. Два. Три. Начали. Ты украл палку у гаишника и убегаешь на лошади. Баба, баба. Полякова, Полякова. Баба. И дед. Вась, скинь мяч. Один, два, три, четыре. Ты нас гипнотизируешь, чи шо? Тихо. Полякова, 26 жовня. Ты, ты вырвал. Кашевой, когда узнал, что стал ведущим, да? А, ты вырвал у лошади хребет. Хорошо, всё, всё. Ты красивая баба. Ткач, ткач. Ткач. Облако. Чё на бане? Кухар, кухар. 0,4. Номер телефона. Баба, 0,4. Звони бабе, 0,4. Аэрохоккей. 8. Эй, иди сюда. Последняя серия сериала «Школа». Али-баба. 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 И 40 разбойники. Не интересно, Александр. Ахах. Как вы догадались по последнему жесту Василия? Спасибо, Вася. Молодец. Это первая команда, напомню, которая отгадала название мультфильма. И главное, что выбор ли самого маленького, не? Если бы рубашку не порвать, новая, капец. Ну, тогда поворачивайся к экрану, давай. Тихо, укачивай, подожди. Ну, все, поворачивайтесь, парни. Поехали. Ого. Ты миледи. Игра престола восьмой сезон. А, это мультики, мультики делаем. Свинка Пеппа. Последний сезон. Энгри... Шутом, шутом. Опа. Ану, ану. Энгри Бёрдс. Подожди. Ты утепляешь вікна на высоте, да? В Киеве, типа? Нет. Ты Карлсон, который живет на сладком. Так. Хорошо. Ты крутишь педали. Телевелику, да? Крутишь педали, а тебе это не помогает. Ничего не скажите. Зараз килограмма три сейчас будет нормально. Ты утром идешь в спортзал, а вечером ешь шашлык. Тише, тише, тише. О, смотри, смотри. Тише. Давай, давай, давай. Давай, смотри. Мужчина, иди с детской качельки, пожалуйста. 40 минус. Ну, делай что-то, делай что-то. Водитель троллейбуса поправляй рога. Короче, все. Собрались. Поднимемся внимательно. Угу. Ты бежишь. Ты на коне, ты на коне. Бухай на батуте. Два слова, два слова. Нет, два человека. В ТОБИИ зараз? Два человека. Двум людям сейчас неудобно. Ты намекаешь на то, что эти стринги разделили твою жизнь напополам? Все два человека. Внимание. Женщины? Кто ездит на велику, блин. А, Мэри Боббинс, нет? Слуга народа. На велике. Почтальон Печкин. Олег Ляшко. Кто? Кто улыбается? Ой, хорошая. Олег Ляшко. Пойдет. Хорошо. Это два человека? Ты едешь на скотиняке. Подкручиваешь хвостом. Так, давай, давай, давай. Показывай, Олежка. Боже, какой ты стройный у нас, Вадим. Смотри, как на каблучку. Раз-два. 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 Это что? Ну, это что? Это ездить на ночь называть. Короче, красивый человек. Как? Не ты. Короче, это не Олег Ляшко. Красивый человек и Олег Ляшко. Олег Ляшко. Красавица и чудовище. Да! Да! Ваши аплодисменты всем командам, которые участвовали в подвесном батле. Я считаю, что было очень смешно по вашей реакции. Естественно, это было все понятно. А вот сейчас я вам расскажу самое интересное. У нас сейчас такая ситуация, что оценивать батл подвесной будет Сергей Анатольевич Сивохов. Сам. Потому что все четыре команды, которые участвовали, все четыре тренера сидят по обе стороны от тебя. Я не знаю, какое решение ты примешь. Можешь посоветоваться с залом. Ну, подумай. Ты человек мудрый, разумный. Давайте сейчас по одному буду отправлять дальше, да? Давайте так будет. Будет правильно. Ну, давайте. Вам карты в руки. Первыми отправляются дальше. Пошло-поехало. Еее! Спасибо! Спасибо! Первый, четверть, финалист. Второй, одной, восьмой. Пошло-поехало. Николай Цернобыль. Следующими отправляются дальше наш формат. Наш формат Кам'янець-Подильский тоже выходит в четвертьфинал. Остается две команды, да? Так. А давайте я с залом посоветуюсь. Тихо. Давайте так. Я называю команду, а вы их поддерживаете. Тридцать плюс. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдыхаем вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ребята, получается все-таки тридцать плюс. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поздравляем три команды с выходом в четвертьфинал. Спасибо! Спасибо команде. Отдыхаем вместе. Это был тоже неожиданный дуэт и неожиданный юмор от этой команды. Было прикольно. Спасибо всем. Это была вторая, одна, восьмая финала Лиги Смеха. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале 1 плюс 1. Что такое 1 плюс 1? 1 плюс 1 равно Лига Смеха плюс Смех. Удачи. До следующей недели. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ